Дом номер 3 на улице Гостиной приведут в порядок со второй попытки строения объекта культурного наследия. Здание пережило капремонт в 2016 году. Коммунальные проблемы начались почти сразу после завершения работ. Гарантия давно закончилась. Подрядчик банкрот. С ним до сих пор ведутся судебные тяжбы. Средства на новый ремонт выделены правительством области. Проектно-сметная документация разработана и подрядчик компании из Воронежа приступает к работам. Мы сейчас в фонд капитального ремонта заключили договор с подрядной организацией ООО «Артпроект». Сумма договора составляет 27 миллионов 900 тысяч рублей. В капитальный ремонт будут входить работы по ремонту кровли и по ремонту фасада. Данный подрядчик должен приступить уже к ремонту данного дома в третьей декаде февраля. Он приступит к капитальному ремонту крыши. Капитальный ремонт фасада, естественно, начнется по благоприятным погодным условиям. Но на сегодняшний день мы видим мероприятие, которое фонд потребовал от подрядной организации по недопущению обрушения штукатурного слоя на пешеходов. Это самая основная задача. Сейчас он выставил заградительные леса. И при ремонте крыши с верхних поясов будут уже снимать вот эти опасные участки штукатурки. Дома на улице Ленина также отремонтируют заново. По улице Ленина порядка восьми домов, если я сейчас не ошибаюсь. Пример это Ленина и 37, 26, 28. По этим домам тоже уже разрабатывается проектно-сметная документация, на основании которой будет написано обращение в правительство Орловской области о выделении субсидирования, сфинансирования данных работ. По Ленина, дом 11, заключен договор уже на выполнение строительно-монтажных работ. Буквально в конце года, 29 декабря, мы заключили договор. Сумма договора составляет 10 миллионов рублей. И уже тоже планируем приступить к этим работам. Там тоже крыша и фасад. Планируем уже в этом году, где-то с февраля, с марта, приступить уже полностью к работам. Срок завершения работ в двух этих домах, на гостиной и на улице Ленина, сентябрь 2024 года.